Итак, мы говорили о том, что поклонение – это передача власти, да? Это один из моментов поклонения – это момент передачи власти, ее трансформации, передачи в этот физический мир, окружающий нас. Через поклонение люди получают благословение, потому что Бог говорит – прославляющих Меня Я прославлю. И в этом стихе, когда мы разбираем Матвея, 8 главу, да, мы видим, что дьявол предложил Иешуа власть через поклонение. Ты хочешь приобрести этот мир? Хорошо. Потому что зачем пришел Иешуа? Он пришел для того, чтобы вернуть человека к Богу, приобрести его опять для Бога, для Отца, который ищет. Помните, да? Который ищет. Ты хочешь приобрести этот мир? Хорошо. Поклонись. Признай мою власть. И я смогу тебе помочь. Дам тебе все царства. Все будет у твоих ног. То, что ты желаешь, то и будет. Но Иешуа, мы видим, что Он Ему ответил. Тогда Иисус говорит Ему, отойди от Меня, Сатана, ибо написано, мы возвращаемся к первой заповеди, Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи. Как отец, который низверг этого осеняющего херуима, всего места на землю. Так и Иешуа низверг его с престола, который он занимал в этом мире до прихода Машиеха. До прихода Иешуа. Потому что о Нем говорится, как о князе мира сего. Господствующего, да. Но, тем не менее, мы говорили о поклонении, да, когда мы упоминали, Он создал множество различных вещей, которым поклонялись люди. На самом деле, они думали, что они поклоняются не Ему. Понимаете, да? Поэтому Он, хотя и господствует в воздухе, но Он владеет и на сегодняшний день определенными территориями, и даже в наших жизнях. И как Отец, Который низверг сатану с неба, так и Иешуа низверг его с его престола. Потому что Отец все еще на небе. Он нашел в себе поклонников, которые и сегодня как бы прославляют Его имя. И Его власть, она несравненно больше. Вот о чем мы говорили, да, Оля? О чем мы говорили. Его власть несравненно больше. До определенного уровня они имеют какую-то власть. Но сказано, что сердце царей в руке Бога. И наш Бог, Он царь царей, и наш Бог, Он господин всех господствующих. Поэтому Его власть в этом мире несравненно больше. И сказано, Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Через поклонение происходит передача власти и более чем, и чем больше поклонников, тем больше их влияние в этом физическом мире. Если в городе собирается много... Помните, как даже Авраам торговался с Богом? Если хотя бы там, ну, вот столько найдешь, ну, как бы вот таких поклонников, я ничего не сделаю в городе. Помните, да? И чем больше поклонников, чем больше поклонников, тем больше влияние Отца, тем больше влияние Господа, тем больше Он имеет, ну, как бы силу и влияние в этом месте. Двух престолов быть не может, как не может быть и двух богов равных. Понимаете, да? Вспомните этот случай, когда внесли, когда был похищен ковчих Божий, его, ну, филистимлянею привезли к себе, да, быстренько внесли его в храм, догона поставили, все закрыли, ушли, утром приходят догон, нит спавший валяется, лежит перед ковчегом. В одном месте, без усилия рук человеческих, там никого не было, пришли, что такое, да? Что такое? Ой, непонятно. Это статуя такая непонятной высоты, то есть, понимаете, перед, ну, небольшим ковчегом. Ну, сколько того ковчега было? Он, хотя и тяжелый был, ну, что-то из себя представлял, но на самом деле, по сравнению с теми статуями, как там выливали, да, там, бронзовых, там, идолов там всяких, то есть, как бы, или каменных выстругивали, там, как бы, выковали. Это он был не совсем, ну, как бы, не очень большой, как бы. Вот внесли в этот храм, утром приходит этот идол, бумс, отдыхает, да. Что такое? Подняли его, да, там, прибили его, как бы, поставили, закрывает дверь, и приходит, да, утром, на следующее утро. Голова отсечена, руки отсеченные, как бы, ноги опять лежит, нет. Что за дела, да? Кто был? Где? Да никого не было вообще, то есть, как бы. Двух престолов быть не может в одном месте. И владычество нашего Бога, оно намного, намного сильнее, и власть его намного больше, и влияние его намного больше. И поэтому, Господу Богу Твоему, поклоняйся, и Ему одному служи. Мы, как поклонники, утверждаем Божий престол. Мы занимаем место осеняющего Херувима, покрывая Божий престол славой, хвалой, провозглашением его власти, могущества. И оказываемся под покровительством этого царя. когда мы это делаем. Мы провозглашаем его могущество, его власть, мы ему поклоняемся, и мы оказываемся под его покровительством. И обретаем защиту, обеспечение. А он утверждает на этом месте, или на месте, где мы находимся, он утверждает власть Божью, влияние и авторитет. То есть, мы имеем, давайте выясним, мы имеем власть прощать, любить, благовествовать, потому что это, ну, заповедь нам, да? Благовествовать, творить добро, чтобы дела прославляли, ну, говорили о нашей вере, да? Являть милосердие, потому что наш Бог милостивый, а мы его прямое отражение. Верить, всего надеяться, ну, я так уже. А Бог, а Бог будет поставлять и низвергать престолы. Вот о какой власти я говорил. А мы, да, мы имеем власть наступать на змеи-скорпионов, но это больше, как бы, я думаю, относится, как бы, вот именно к духовному миру, как бы, когда говорится, как бы, об этих вещах. То есть, оно будет жалить тебя в питу, да, а ты будешь его поражать в голову, да? Этот змей будет жалить тебя в питу, а ты будешь поражать его в голову. Так же мы и можем наступать на этих змеи-скорпионов, давить их, как бы, потому что наша война не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесных. А той власти, о которой говорил вот Андрюша, да? Он князь мира, господствующий, да? Итак, мы с вами, ну, в принципе, прошли эти три темы и мы давайте вернемся, просто пройдемся так вот, как по каким-то этим, и я еще поделюсь какими-то вещами с вами. То есть, мы говорили о поклонении, как поклонение и первая заповедь, да, тема, там поклонение и духовный мир, но у нас оно духовный мир и поклонение, оно там чуть-чуть заделось, и там чуть-чуть, и мы вот в этой теме разбирали, как бы, поклонение и власть, как бы, сила и власть. То есть, зачем нам нужно, мы усвоили, что Бог ищет, Бог ищет себе, Бог ищет себе поклонников, Он ищет потому, что Он однажды потерял, и это место осталось невостребованным, незанятым, и мы видим, что Он все-таки нашел, потому что мы можем смотреть, этот процесс еще не закончен, и мы говорили о том, что там есть место для тебя и для меня, да, и мы видим, что на самом деле это служение не утрачено, те же самые херувимы остались, да, но мы видим этих 24 старца, которые снимают свои короны, да, полагают перед ногами, какой бы власть они не обладали, они снимают эти свои как бы венцы, кладут их под ноги Ишо и поклоняясь говорят, свят, свят Господь, и все творение, все ангелы, и все эти тьмы тем, все это, ну, все это величество, ну, как бы, я даже себе представить не могу, там, тьмы тем, то есть, сколько это, это вообще там, оно поклоняется, творение, это поклоняется Богу, так что мы видим, что это служение не осталось без присмотра, то есть, и я думаю, что там не все те, которые просто, ну, это не те, которые служат в группе прославления, это те люди, которые своей жизнью на самом деле как бы являют и распространяют его царство и утверждают его власть на этой земле, его свет. Мы поняли, что зачем нам нужно это поклонение? То есть, потому что, когда мы поклоняемся Богу, мы утверждаем его престол, мы утверждаем его власть, его силу, его могущество, и тем самым мы, помните, как ученики эти, они еще как бы ничего не было, да, еще даже ничего не сделали с толком, как бы, они уже делили место возле царя, да, сами постеснялись, послали маму, еврейскую маму, да, послали, то есть, мы не будем делить место, я думаю, что для нас самое важное знать, что наши имена будут записаны в книге жизни, нам важно как бы сохранить веру, пройти это ресталище как бы и быть первым, эти моменты для нас очень важные, как бы, мы завтра будем разбирать с вами как бы такую тему, как поклонение и боговедение, это тоже там очень интересная тема, мы эти две темы больше будут касаться духовных вещей, а уже по следующей теме я буду вам рассказывать об истории поклонения, о месте поклонения в истории Израиля, это различные вещи буду рассказывать, там даже о инструментах, о всем таком, более как бы такая свободная у нас будет, но нам очень важно, вот помните, как мы говорили о вере, о духовных корнях, которые поддерживают наше дерево, очень важно, чтобы эти корни были глубокие, невозможно как бы вложить в человека, если он как бы не встречается с Богом, не пережил эту встречу как бы, это, ну, все должно быть направлено на это, потому что все именно к этому сводится, именно к отношению, к отношению человека с Богом, личному, вот этому интимному отношению, сокровенному, вот это это таинство, таинство, то и те моменты, о которых ты никогда в жизни не забудешь, и которые мы можем спустя сколько веков просто здесь вот читать вот в этом Писании, в этом слове, и его достаточно для всякого, для всяких обстоятельств в нашей жизни. субтитры создавал DimaTorzok,